Воспитанница детской художественной школы Александра Нагина стала участницей профильной смены в Артеке. Этой поездкой наша землячка была награждена за победу во всероссийском конкурсе «Мир глазами детей». Он был учрежден Академией керамики Санкт-Петербурга. С помощью этого конкурса преподаватели решили выявить талантливых ребят для того, чтобы оказать им поддержку в дальнейшем развитии. Как слетала на Луну, говорит о своей поездке в Артек Саша Нагина. В магнитке снег, а там все зеленое и тепло. Но самое серьезное потрясение – все же не другой климат, а сам лагерь, который, по сути, перевернул ее жизнь. А ведь поначалу это путешествие сногсшибательным не казалось. Я о нем мало что знала. Ну, знала, что это классный детский лагерь, что мои родители туда мечтали поехать, и не только, и что он находится в Крыму. Выиграть поездку было непросто. Подобные узкоспециализированные конкурсы по керамике в России проводятся крайне редко. Требования высокие, поэтому на участие детская художественная школа магнитки решилась не сразу. Ведь это учреждение общей академической направленности, где керамику преподают всего лишь один час в неделю. Но, как известно, риск – благородное дело. Меня всплыла в голове Александра, ей позвонила, предложила. Вообще Саша, да, одна из моих любимых учениц, которая запоминается на всю жизнь. Потому что, несомненно, талант, несомненно. Но таланта одного мало. Естественно, огромная работоспособность. Огромный потенциал в работах Саши увидели члены жюри конкурса. Она была включена в двадцатку его призеров и победителей. Так, влюбленная в живопись, а вовсе не в керамику, юная художница и стала участницей специализированной профильной смены в лагере «Артек». Каждый день был насыщенным. У нас почти практически не было свободного времени. Работа с гончарным кругом, роспись готовых изделий, поиск новых форм. Впервые все это Саша попробовала сделать именно в «Артеке». Девочка признается, материал ее увлек необыкновенно. А все потому, что рядом оказались по-настоящему увлеченные этим ремеслом люди, которые помогли раскрыть новые возможности глины. Процесс получился настолько захватывающим, что даже выполняя финальное творческое задание, Александра Нагина умудрилась вновь выбиться в лидеры. Ее работа оказалась самой оригинальной. В основном все ребята делали чайник, который можно использовать потом в быту. Но можно также было делать и декоративные чайники. У меня он декоративный, то есть из него нельзя будет попить. Ну вот из кружек, например, можно будет попить, а в чайник уже не нальешь. Вообще меня похвалили. Сказали, что хорошая работа. Отдельные слова благодарности были сказаны и в адрес педагогов детской художественной школы. Несмотря на малое количество отведенных для занятий часов, они сумели дать девочке хорошую профессиональную базу. Саше она очень пригодится. В этом году наша землячка планирует осуществить свою давнюю мечту. Поступить на отделение реставрации архитектурного наследия в Санкт-Петербургский университет. Где, кстати, Александра Нагина планирует продолжить свои занятия керамикой.